Павел Гейм Чанел Мне как-то посчастливилось стать альфа, бета, гамма и так далее тестером этой кампании, сыграть в первую главу, и мне оно даже как вроде зашло, но прошло уже до времени, я не особо помню, что там было, так что будет круто освежить память и заодно и сыграть в более завершенную версию этого проекта. К сожалению, насколько я знаю, прям-прям от изначальной задумки проекта в конце концов сильно отошел, потому что там были идеи куда более полного, скажем так, сюжета, но автор хотя бы ради того, чтобы труда мне пропадать, видимо, решил доделать вот так вот. Почему-то автор скрыт, хотя автор QNR, который выложил это все на хигами, уже наверняка вы видели этот проект и знаете о нем, так что давайте играть. Здесь я, наверное, так поступлю, озвучка будет, либо моя авторская, либо ботом, но не игровая, имею в виду, за исключением случаев, допустим, когда если надо будет что-то в задачах почитать, да, персонажей отдельно озвучу. Итак, значит, история о проклятом городе и людях, затерявшихся в нем. Погнали! Ох, картиночка. Итак, видение первое. Призраки былого. Далеко в мрачных и неприветливых землях стоит брошенный Изолорн, столица могущественного владычества. В прошлом город процветал, пока не сгинув в чудовищной катастрофе. С тех пор прошло несколько столетий. Изолорн стал забытыми руинами, что привлекает отчаянных путников со всего света. Ох, это походу сильно отличается от того, что я помню в оригинале. Ох, вы наконец-то очнулись. Ничего не помните, верно? Я... Где я? Что происходит? Тише. Работорговцы не любят шумных. Работорговцы? Жуткая шайка, или скорее, жуткий культ. Похищают людей, после продают словно скот. В лучшем случае... Вам не повезло оказаться их добычей. Привет. Может, оно и так. Может, все это... Просто дурной сон. Какая-то жутко тихая атмосфера. Может, звука прибавить. Добавим чуть-чуть. Попробуем. Так. Восказательный знак. Поговорить. Обратиться к подозрительному старику. Пленник, работорговец. Мы, походу, в рабстве каком-то. Ну да, это логично. Я помню совсем другое, скажем так, начало. Видимо, переделали сильно. Или, может, это ушло куда-то в середину, конец этого творения. Так, осколки, местное средство обмена, отголоски, остаточная сила души, одержимость, призраки, бывало, окружают вас. Ну что ж, давайте говорить с пленником. Старик, а сам-то не боишься? Боюсь? Отнюдь. Я здесь, чтобы помочь вам. Помочь, значит? И что же ты предлагаешь? Услуга за услугу. Я помогу вам избежать незавидной участи. Замен. Впрочем, расскажу позже. В конце концов, наемники берутся за любую работу, верно? Особенно, когда на кону их жизнь. Согласится отказаться. Последствия будут необратимы. Не нравится мне. Твоя работенка, пленник. Что-то там хочешь мне предложить? Что-то явно смертельное. Но давайте последуем нестандартно и пошлем его. Ты бредишь, старик. Мне не нужна твоя помощь. Жаль. Ваш выбор. Прощайте. В смысле, прощайте. Ват? Что? Галлюцинация, что ли? Галюн какой-то. За добычей не придут. Но кормите ими отроди. Ясно. Это, так скажем, был плохой выбор. Вот вам и необратимость последствий. Знаете, это чем-то мне напоминает Видимака Третьего, где тоже Геральт попал в западню и к нему пришел этот Одим и заставил его расплатиться конкретно так. Видимо, здесь тоже что-то такое будет. Но у нас вариантов нет, как видите. Если отказываемся, это ГГ. Причем даже нет там поражений. Выкидывает на экран кампании. И гудбай. Ладно. Я согласен. Мудрый выбор. Вот, возьмите. Что это? Ключ к сердцу из Орна. Так, а вот это я помню. Так, слушайте. А я дневничок-то прочитал-то до этого вообще? Или его не было там? Чисто из интереса посмотрю я. Иске возрождается с одной высотой камеры, используя ветхого колока, устраняя туман войны рядом с героем. Мне удалось пересечь границу из Орна. Прошло 15 лет с момента окончания Черной войны. Мир постепенно приходит в себя, и с каждым днем в нем остается все меньше места для подобных мне. Похоже, придется отправиться на край света. Скорбные земли из Орна последнее место, где я хотел бы оказаться. Но что мне еще остается? Так, и после... Ой, и не то загрузил. И после этого мы как бы попадаем сюда, и у нас запись появляется. По-моему, примерно с этого и начиналась старая альфа. Теперь все ясно. С самого начала мой путь лежал сюда. Едва уловимый ранее шепот разрастается бесконечным глом, заполняя все видимое и невидимое. Осталось совсем немного. Предмет тайных ритуалов ныне негодный для использования. Реликвия улавливает отзвуки минувших эпох. Если прислушаться к нему, можно услышать скорбное стинание. Ох, тут довольно темно. Что ж, здесь у нас есть уворот. Воинский прием, позволяющий молниеносно уходить из-под удара. Герои, наверное, перемещаются в казанную точку, получая временную защиту от урона. Это типа скачок, что ли? Размашистый удар. Размашистая атака, позволяющая кромсать врагов толпами. Герои атакуют врагов в области перед собой, кратковременно оглушая их и нанося повышенный урон. Так, вот звук. Пугающий своей природой магия, способная поражать врагов издалека. Герои выпускают в указанном направлении магический снаряд. При попадании по противнику наносящий повышенный урон оглушающий его. Способность требует наличия отголосков. Подобным заклинанием естественным образом не овладеть. Отголоски вот у нас. Даже ошибки не выводят. И бег. Пришедший к своему опыту техникой бега, позволяющей эффективно сокращать расстояние. Герои ускоряются переходя на бег. Его запас сил начинает постепенно уменьшаться. Перед лицом опасности простой выбор. Бей или беги. Окей, уж уж велкам. Подъемник на 5 рун управления. Что ж, давайте искать их. Мы ждали вас. Так, охранный конструкт. Жуткий монстр. Ну, вроде звучит довольно несложно. Подстраиваешься под тайминги противника и уклоняешься. Но у нас так-то мана, энергии или что там этого маловато в общем. запас сил это вот что это. Так, руна управления. Местами потрескавшаяся плоская табличка, гравированная рунами. Несколько таких рун позволяют активировать древние подъемные механизмы. прям супер пупер мрачно. Убей меня. Бедняга просит его убить. Ну, очевидно, у него все равно выбораться бы не будет. поэтому прекратил его страдания, наверное. Призрачная эспорина. Блек изгусток энергии изредка образующийся на трупах. При использовании восстанавливает среднее количество здоровья в течение времени. Что такое среднее количество здоровья? Это сколько? Это половина его хп или что? Блин, тут, конечно, кошмар, как темно. Чуть-чуть бы поярче освещение. Нихера не видно все сливается все темное. Это да. Или мне просто монитор надо прочереть? Присоединитесь к нам. Нахера мне к вам присоединяться-то? Так, еще одна руна управления. Нам надо таких штучек пять. Записка великолепна. Обещанный рай близок. Пайминг не подобрал и получил по башке. ну что ж, ладно. Че ржешь, че смешного? Невыносимо, 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 невыносимо. ну что ж, ладно. Так, ну что ж, мы по левой части пробежались. Здесь появилась кнопка на нижний уровень. Я не понимаю, правда, как это работает, что оно в плане тумана войны убирает. Так, начнем отсюда, наверное. Так, есть четыре руны управления, мы уже можем вниз спускаться, но я найду пятую. Эх, че-то меня эта машинка покоцала, конечно. ну, здоровье восстановил. Что ж, одержимость и покой у нас. Что это такое? Что за механики? атмосфера, как видите, если вы заметили мрачная, музыки вообще нет. Чисто вот этот эмбиент фоновый. Так, боевой голем. Ну, будем драться. по-любому нападет, поэтому пока есть возможность его дубасить. блин, жмешная тварь. вот он и пятая руна управления. Шикарно. Осталось эту комнату посмотреть в поисках чего бы то не было. что-нибудь найдем. Так, ага. Конструкт сторожит проход. Надо бы по нему вдарить. Так, давай поближе. Ну что ж, дело сделано. Все, что можно было исследовать, мы исследовали. Я еще не понимаю, что эта штука делает. Может, она что-то невидимое, незримое обнаруживает. Пишешь, туман войны рядом с героем развеивает. Но сам герой же и так развеивает туман войны рядом с собой, не? или буквально области, где мы прошли с этим колоколом, становятся такими вечно исследованными. Так, что ли? Ну, это прикольно. они страдают, ничего. Это послужит благой цели. Ну что ж, я полагаю найти все, что можно, мы нашли. Ну, или, по крайней мере, все, что я в мой взор смог найти, нашел. давайте подниматься на верхний уровень. все готово. Сердце пульсирует, питаясь океаном душ. Долгожданное торжество началось. Архитектор, за свои труды ты удостоен чести положить начало новому миру. Мы нарекаем тебя восьмым колосом. Да будет так. Этот мир засинет, погрузившись в долгожданную вечность. Вечность среди грез. Что тут за черня происходит, а? Что вы сделали с архитектором? И почему тут какая-то лютая тряска? И стоит ли нам вообще ждать каких-то дальнейших последствий тут или можно спускаться? хз? 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 вниз. Надеюсь я не пожалею, что не дождался того, что тут могло бы быть. А, и наверх нам больше не дают. Ну, что ж, назад пути уже не будет, как говорится. Кхе. Поехали. Узреть истину. Что за брызги? Отголоски моего чиха сюда доносят. Так, какой-то чудак тут. древний владыка. Что ж, видимо, с ним надо будет драться. Осмелится заговорить с владыкой древности. Столетие завоеваний. Тысячи душ. Все ради этого момента. Ради всеобщего возвышения. Как думаешь, что происходит прямо сейчас? Так, два варианта ответа. Ну, знаете, здесь очевидно какая-то катастрофа, и многие выберут этот вариант. Но я хочу пойти нестандартно, и пускай это будет торжество чего-то. Вот и будем от этого, как говорится, отталкиваться. Что ж, торжество, так торжество? Нечто великое, словно торжество. Ха-а-а, неожиданный ответ. Ну, вот то, о чем я и говорю, примерно. в любом случае. Я не могу допустить чужого вмешательства. так, сейчас, походу, будем драться. Сразу сейв, какой-то босс-баттл. Провалено? Эммм. А я, че, не узрел истину, что ли? Эм, че? Так, 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 так. Да, блин, чуть-чуть не хватило, а, его добить. Я, че-то, не догоняю, я, вроде, уклоняюсь, но он, все равно, иногда урон мне наносит. Может, надо... Да, надо в сторону от него. Побегаем немного. Блин, Опять эти крутилки победили. Ладно, еще раз. герой. Да, Я. Ура. Я. 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 ДОВОЛЬНО! Ну вот мы справились с ним. Ты всё равно ничего не изменишь. Ты чё офигел выхиливаться? Я столько тебя дубасил. МИНУС УШИ! Сердце этой земли всё ещё бьётся. Отыщи его. Что-то, что едва видно тут вообще. Ну вот, отыскал его. Боже, чё, возьмём по 50 за штуку. За девку дам 40. Этот, похоже, крепкий воин. Воин. Послушный воин может нам пригодиться. Дам за него сотню. ИДЁТ. Чё, герою шизо приснилось, или что это было? Ах, вот и всё, собственно говоря. Мы прошли первое видение. Правда, непонятно, что это было. Это реально шизофрению, что ли, словили, или чё. Но, я думаю, следующий глав, конечно, это всё объяснёт. На этом пока всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, пишите ваше мнение, что думаете по поводу первой главы, первого видения. Ну и также подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, чтобы получать уведомления о новеньких видосах. А можете также ещё подписаться на мой телеграм-канал, где уведомления точно работают. А также есть всякий бонусный контент, которого вы не найдёте на канале. Все всякие посты, мнения, анонсики и многое-многое другое. Ссылочка в описании. С вами был Павел Первый. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok